Продолжаем наш обучающий проект, и сегодня у нас самая дальняя локация, о которой вообще можно говорить. Дарья, добрый день. Добрый день, доброе утро. Буквально минуту, да, чуть-чуть скажу, и дальше вас уже представлю. Дарья, коллеги, да, по-моему, мы уже, конечно, почти с вами знакомы, на всякий случай говорю, да, меня зовут Борис Владимир, зам руководителя филдепартамента, вот, и сегодня мы будем говорить о Камчатке. Перед тем, как говорить о Камчатке, вот, если можно, кто уже подсоединился, напишите свои ассоциации. Вот у меня, например, ассоциации, когда говорим про Камчатку, у меня сразу вулканы, термы, медведи, что еще, долины гейзеров, вот, а, и еще, очень дорого, очень далеко. Вот как у вас, допустим, да, вот какие ощущения, когда говорят слово Камчатка? Если можно, просто вот, ну, напишите, чтобы вы понимали, как у вас с ассоциациями по поводу этого слова, вот, и этой локации. Ну, а пока вы пишете, я представлю нашего эксперта Дарья Малицкая. Честно скажу вам, что я уже общался с Дарьей перед вебинаром, мы обсуждали, да, как будем строить вебинар, о чем будем говорить, и думал, что я поговорю минут пять, ну, и как бы дальше мы уже встретимся на вебинаре. Знаете, мы, по-моему, я завис минут на 30-35, Дарья. Да, было дело. Вот. Что могу сказать, что Дарья, наверное, один из немногих людей, которая так глубоко погружена, да, в эту тему. Вы, насколько я понял, больше трех сезонов провели уже непосредственно Камчатке, да? Да, четыре лета. Дело это. Четыре лета, четыре лета. Ну, то есть вы сегодня как раз услышите вот всю правду о Камчатке, да, всю правду о Камчатке именно о человека, который, наверное, знает не только, так сказать, вот все локации, а, скорее всего, вы, наверное, уже и медведей знаете, да, которых тоже очень много. Вот. Ну что, тогда, наверное, мы поехали, да, то есть начнем тогда рассказ, вот. У нас по лимит, конечно, есть час, но если больше часа будет, ну, ничего страшного, как пойдет. Все, Дарья, я замолкаю, единственное, я буду задавать вопросы, да, вы не против? Да, конечно. Когда, то вдруг, вот, и мы тогда. Все, я превращаюсь в большое ухо, ну, как и слушатели в том числе, да. Так, доброе утро всем. Рада такому, хоть и одностороннему немножко знакомству. Спасибо, Владимир, за представление. Действительно, я четыре сезона провела на Камчатке. В целом я десять лет уже в активном приключенческом туризме. Соответственно, начинала свою деятельность с того, что водила группы под рюкзаком еще, будучи туристкой и будучи студенткой. И в дальнейшем уже работала на разных направлениях и в разных ипостасях. Соответственно, сейчас по Камчатке, помимо того, что я присутствую летом на сезоне, я занимаюсь организацией самих маршрутов под индивидуальный запрос, под групповой запрос. И, в общем-то, работаю с удовлетворением потребностей всех ваших и наших гостей. Соответственно, по Камчатке и по ассоциациям. Да, наверное, все, что вы написали, это правда. Кто-то узнает сегодня чуть больше. Можно в конце будет написать что-то того, что вы узнали нового о Камчатке, что еще не знали. Но, в принципе, Камчатский край и Камчатка, они на слуху, как мне кажется. Особенно в последние лет пять. И если раньше это ассоциировалось совсем уже с краем мира, с дорогими билетами, с какой-то либо элитарностью, либо наоборот, вариантом, когда ученые туда едут практически дикарями, чтобы что-то исследовать, то сегодня это направление становится все популярнее. Опять же, сразу сходу могу сказать, что карантин в этом плане нам был очень сильно на руку, потому что, когда люди не уехали в теплые страны и хотели какой-то экзотики, многие обратили свой взор на Россию. И, соответственно, на Камчатке у нас этим летом тоже был немаленький поток туристов. Это показало и то, что, в общем-то, инфраструктуре есть куда развиваться, но, с другой стороны, Камчаталы, местное население и все, кто задействован в сфере туризма, они достойно приняли вызов и показали, что, несмотря на то, что есть какие-то шероховатости в плане, может быть, недостатка гостиниц, население, оно компенсирует вот этот вот момент легкой недоработанности, и туристы все остаются в большом восторге. Что касается локации, логистики, то действительно Камчатка – это географический полуостров, но по факту это остров. Вот у нас есть карта, это такой кусочек России, который немножко оторван. Добраться до туда можно только на корабле, либо по воздуху. Соответственно, дороги вот в этой вот части, ну, как и во многих отдаленных районах, на самом деле ее нет, ее никто не построил, и, скорее всего, в ближайшее время она не появится. Есть отважные камазисты и джиперы, которые зимой отправляются в спортивные экспедиции с Камчатки на основную часть нашей страны. Камчадалы называют ее материк, это тоже такой забавный местный неологизм, можно сказать. Но, в принципе, для туристов основная история, что мы прилетаем в аэропорт. Аэропорт на Камчатке находится в 30-40 минутах езды от столицы, от Петропавловска-Камчатского. То есть это тоже важно иметь в виду, что, несмотря на то, что аэропорт у нас называется Петропавловск-Камчатский, официально во всех иностранных списках и тому подобное, на самом деле он находится рядом с городом Елизово. Это второй по размеру город-полуострово. Все находится на юге полуострова, соответственно, достаточно компактно расположено. И от аэропорта Елизова что до столицы, что до поселка Паратунка, о котором мы с вами еще поговорим чуть позже, где-то полчаса 40 минут езды. Паратунка – это у нас основная локация, где мы стремимся размещать туристов. С чем это связано, я расскажу чуточку позже. Ну, а возвращаясь немножко к географии, интересно еще и то, что Камчатка у нас – это место, где проводилась уникальная гонка на собачьих упряжках, попавшая в Книгу рекордов Гиннеса по своей протяженности. В 91-м году все это дело было внесено в Книгу рекордов Гиннеса, потому что началась она где-то вот в этой части полуострова и стартанула вплоть до Чукотки. Соответственно, это был тот редкий момент, когда остров у нас превратился реально в полуостров и был проезжаем. Камчатка – это место, которое находится на стыке трех тектонических плит. Это не просто информация из учебника географии, это для нас очень важно по той причине, что это действительно место самой горячей и самой масштабной активности на планете на сегодняшний день. То есть, если все остальные вулканические места, которых вы, наверное, знаете, будь то Зеландия или где-то на Гавайях, что тоже относится к Тихоокеанскому вулканическому поясу, активность там обусловлена тем, что все-таки обычно у нас съезжаются две тектонических плиты и происходит формирование нового рельефа, новых гор на Камчатке. Это три плиты, которые наползают друг на друга, поэтому там еще не скоро все остынет, и еще на пару тысяч лет, а то и больше, я думаю, хватит зрелищ и хлеба и туристам, и местным жителям. Что интересно, на территории Камчатки, опять же, у нас находится самый активный действующий вулкан Евразии, это Ключевская сопка, о ней тоже, наверное, многие слышали, в том числе с детства, из школьных учебников, это тот вулкан, который чаще извергается, чем не извергается, и когда наши гости... А как часто это происходит? Сейчас она подуспокоилась, но что интересно, буквально этой осенью и в начале зимы было лавовое извержение, то есть многие фотографы, многие местные жители и те, кто хотел все это запечатлеть и увидеть, отправлялись специально для того, чтобы сделать красивые кадры. Но это уже речь идет об авторских экспедициях, таким мы тоже занимаемся. Соответственно, дороги туда нету, можно добраться либо на вертолете, либо на джип, и это отдельная история. Дарья, у меня вот вопрос по поводу как раз, когда извержение вулкана. Многие боятся, да, то есть извергается вулкан, значит, там лететь нельзя, это все будет закрыто, это же значит землетрясение, это все страшно, да? Я просто по аналогии с Этной на Сицилии. Вот там наоборот, когда извергается Этна, то как бы люди говорят, ребят, быстрее сюда, потому что это красота, это вот, и в общем-то там на самом деле ну крайне редко из-за Этны закрывают аэропорт, а так, в принципе, ну, если извергается, и слава богу, то есть это значит, ну, сильных землетрясений не будет. Здесь какие-то ограничения, вот если вы говорите, что чаще извергается, чем не извергается, а здесь какая-то опасность есть, там, не знаю, там, закрывается аэропорт, там, не летают самолеты, ну, то есть жизнь замирает. Или наоборот, вот как на Этну, да, все начинают наоборот там стремиться увидеть это дело, прилетать, и ничего не закрывается. Вот, наоборот, только приветствуются. Ну, если, вот, двух слов. Да, конечно. Ну, по Ключевской, это у нас северная часть полуострова, то есть Ключевской природный парк, он находится где-то вот здесь. Основной аэропорт и все туристы у нас живут на юге. Соответственно, извержение Ключевской, оно вряд ли как-то повлияет на полеты самолетов и тому подобное. Можно ли будет пробраться туда? Да, это уже зависит от типа извержения. Опять же, я хочу обратить внимание, что вулканы, они все имеют свой характер, а на Камчатке активных вулканов более 30, и не всегда извержение – это лава или не всегда это столбы пепла, все вулканы извергаются по-разному. И здесь нужно смотреть, что у нас проснулось, что активизировалось, и дальше уже от этого отталкиваться. Чаще всего, соответственно, на туристический поток это влияет скорее положительно. Закрытию аэропортов и самолетов к закрытию это не приводит. Иногда могут не летать вертолеты, если идет речь о том, чтобы подобраться куда-то туда поближе. Но ездят джипы. Джипы на Камчатке – это огромные переделанные машины с переделанными огромными колесами, перестроенные, и это отдельный зверь, про который дальше будет сказано, и про который есть фотография. Но, соответственно, есть еще вулканы южного вулканического пояса Камчатского, южный парк вулкана Камчатки, соответственно. Там все интереснее, опять же, они достаточно старые уже на юге, и нету такого какого-то пеплового извержения, чтобы что-то перекрывалось, но при этом всегда есть какое-то бурление, кипение, активность, фумаролы. И часть наших экскурсий, она как раз связана с тем, что мы едем показывать людям реальный живой вулкан, где все клокочет, где идет пар, но при этом все безопасно, особенно если соблюдать все рекомендации гида. Хорошо. Да, соответственно, наверное, двигаемся дальше к самолетам и перелетам. Как я уже сказала, аэропорт у нас маленький, достаточно компактный, но всем его пока хватает. Уже несколько лет идет разговор о том, чтобы построить большой и современный аэропорт, тем более, что туристический поток увеличивается. Но пока что дальше разговора речь не заходит. В аэропорт Елизова летает несколько рейсов. Это два рейса в день из Москвы. Один рейс аэрофлотом, другой рейс дочкой аэрофлота авиакомпания «Россия». В принципе, оба самолета достаточно адекватные и комфортные. Также можно добраться с пересадкой С-7 через Новосибирск или из Новосибирска, если вы живете в Сибири, что тоже достаточно удобно. Ну и, соответственно, дальневосточные рейсы, они тоже есть. Владивосток, Хабаровск без проблем. Периодически запускают из Магадана рейсы, что тоже для кого-то, возможно, будет актуально. В аэропорту Камчатки есть небольшой бизнес-зал, но достаточно комфортный. Соответственно, если гости не хотят тратить время на получение багажа в потоковом режиме, можно заказать бизнес-зал. Все это стоит адекватных денег и посидеть, подождать свой багаж в комфортных условиях, попивая кофе, чем-то закусывая. Чемоданы для вас заберут, отсортируют и доставят именно туда, что тоже является таким приятным дополнением для того, чтобы начать путешествие комфортно. По поводу рейсов из Иркутска кто-то нас спрашивает. Тоже я слышала уже несколько лет планы о том, что будут рейсы из Иркутска, что запустят, но пока что нет. Может быть, к лету что-то появится, хотя уже вряд ли. Разговоры ведутся, пока такого нет. Ну и по аэропорту далее, встречая гостей, мы обычно размещаем их либо в Петропавловске, Камчатском, в столице полуострова. Там достаточно объектов разного уровня, хотя пятизвездочных гостиниц на Камчатке пока нет. Но тройки и четверки достойные уже появились и представлены на рынке. Либо мы размещаем гостей в поселке Паратунка, до которого добираться примерно столько же. И плюс именно этой локации в том, что все гости, вне зависимости от того, в объекте какого уровня они будут жить, получат в свое распоряжение термальный бассейн, который есть на территории любой гостиницы там. Дарья, перед тем, как вы сейчас подробно нам расскажете о Паратунке, можете хотя бы в двух словах, в трех словах сказать о Петропавловске, Камчатском? Что это за город? Это, ну вот на ваши ощущения, это такой провинциальный, там, я не знаю, с пятиэтажками, крущевками? Или это наоборот такой милейший город, там, с коттеджами, с какими-то, да? Ну то есть вот насколько ощущение, человек прилетает, куда он попадает? Он попадает в 80-е, он попадает в 90-е, или он там попадает вообще куда-то? Ну то есть вот если человек, ну вот нету в Паратунке места, да, ему говорят, вы знаете, ну придется вам все-таки вот жить, к чему ему готовиться? На ваши ощущения? Ну, Петропавловск это достаточно любопытный город с точки зрения того, что это экскурс в прошлое однозначно, это такой микс советского времени и 90-х, застройка там в основном панельная советская, соответственно, многие гости, прилетая там в какой-то тур, хотят оставить себе, например, день на Петропавловск, если живут не там, и чаще всего этого делать не стоит, потому что, ну, город достаточно привычный для местных жителей, для проживания там, но заняться там не очень много есть чем. Город находится на сопках, ну, сопки это, по сути, небольшие холмы, соответственно, приятным дополнением к программе является прогулка на эти сопки, например, либо если ваш объект размещения имеет вид на Авачинский залив, на Авачинскую бухту, это тоже здорово, потому что Авачинская бухта – это одна из самых огромных бухт в мире, соответственно, это разлившийся, можно сказать, Тихий океан, военные корабли, вулканы по периметру, и это достаточно симпатично. Но сам по себе город не обладает какой-то сверхъестественной инфраструктурой, это, можно сказать, типичный российский городок с советской застройкой, с панельками, ну, и, опять же, прикольный и уникальный момент и элемент городской застройки – это то, что по бокам панельных домов чаще всего установлены контрафорсы, это такие большие столбы, связанные сверху железным канатом, не знаю, можно устроить опрос, как вы думаете, для чего эта конструкция была? Я тоже сразу думаю, для чего это, да, не мучайте, скажите. Ну, сейсмическая активность, она все-таки на стыке трех тектонических плит присутствует, более того, камчедалы понимают, что если долго не трясет, то потом трясанет сильно, поэтому, когда нету долго землетрясений, местные начинают переживать. Ну и подготовка к землетрясениям… Никто не отменял. Да, никто не отменял, и она осуществляется в том числе в том, чтобы архитектурные решения тоже как-то адаптировать под среду, и в советское время сначала построили панельные дома, а потом уже поняли, что на Камчатке трясет. Ну и вместо того, чтобы все перестроить, сделали реновацию и придумали вот эту вот идею с контрафорсами. Ну, тоже достаточно любопытно и необычно смотрится в условиях. Все, понял, спасибо. Да, уже представление какое-то имеется. Паратунка? Ну да, можно потом к местным вернуться позже, а пока поговорить про отели и паратунку. Сейчас будут слайды с фотографиями и с презентацией нескольких объектов, которые мы горячо рекомендуем и любим с ними сотрудничать, которыми остались довольны наши гости. Чаще всего это действительно объекты в паратунке. Как я сказала, сегодня есть возможность жить в гостиницах и в гостевых домах, имея крышу над головой. Если лет 10 назад в основном вся Камчатка представляла собой экспедиционные маршруты, если вы хотели что-то увидеть, то надо было настраиваться на палатки, на отсутствие душа и туалета, то сегодня даже в отдаленных районах, опять же, тот же самый север полуострова, где находится Ключевская особка, есть глэмпинги разной степени комфортности. О глэмпингах мы еще поговорим, вернемся. Ну и, соответственно, южная часть полуострова, которая более популярна и в которую чаще ездят туристы, она вообще заполнена разнообразной инфраструктурой, начиная от эконом-класса и заканчивая какими-то виповыми, даже закрытыми объектами, которые снимаются целиком и могут составить конкуренцию лучшим домам Лондона, Парижа и других гостиничных объектов нашей страны. Опять же, что интересно с нашей стороны, в некоторых случаях, когда объектов нет, а гости хотят какой-то уникальный проект и уникальное путешествие, мы можем создать их с нуля. У нас уже есть опыт того, что мы строили сами юрточные конструкции, что мы можем привезти биотуалет, что-то создать, подсоздать, организовать, и это тоже такая интересная возможность для виповых тазов. То есть у вас в любой локации Камчатки сделать кемпинг – это не проблема, да? Еще и, можно сказать, тематически, если мы говорим даже про юр. Практически в любой. Надо понимать, что Камчатка – это во многом закрытая территория, то есть есть туристические кластеры, есть заповедники, куда пускают, но, учитывая, что заповедная территория, она достаточно широка именно на полуострове, пустят не везде, и не везде можно посмотреть. Но основные туристические объекты, они все равно в доступности, и этого хватает. Но плюс, учитывая, что это приграничная территория, на Камчатке очень много военных баз, закрытых, открытых. Опять же, если едут иностранцы, то важно помнить, что необходимо заранее оформлять специальные разрешительные документы на их присутствие, уведомлять, скажем так, соответствующие органы о том, что едут люди не из России. Чаще всего проблем с оформлением не возникает, просто желательно это делать заблагоприеменно. Но, соответственно, все, что для туристов представляет интерес, ну, вступно, мы можем сделать там инфраструктуру, либо, если позволяет бюджет, можно добираться на вертолетах, а жить при этом в самых комфортных комплексах. Вот, например, справа мы видим Wooden Thermal. Это гостиничный комплекс, представляющий собой два коттеджа. Ресторан на территории, который работает исключительно для гостей, которые там живут. Своё поле для тенниса, теннисный корт, бильярдная, кинотеатр. Ну, в общем, все блага цивилизации под закрытие. Опять же, это находится рядышком с паратлонкой, про которую я сейчас скажу более подробно. Ну, и, соответственно, если позволяет бюджет, то чем создавать какие-то объекты, иногда даже проще остановиться в таком вот закрытом комплексе и оттуда летать на вертолете по всем основным локациям, которые на слуху или не на слуху. По поводу, сказали, два коттеджа. Это коттедж выкупается полностью или просто в коттедже есть номера, в которых можно размещаться? Именно вот этот вот комплекс, он закрывается полностью под чаще всего большую группу гостей. Ну, хотя бывали случаи, когда и четыре человека у нас хотели там жить. Соответственно, объект закрывается полностью под какой-то проект. А это какое количество людей? От и до? До 20 человек может вместить, ну, а, соответственно, минимума нет. Я говорю, минимально была семья из четырех человек, которые захотели, скажем так, изолироваться и могли себе это позволить. Стоимость такого объекта, ну, она в районе 354 тысяч. Но, опять же, у нас... Это в сутки имеется вип. Да, ну, это самый виповый объект Камчатки. И тот объект, о котором даже не все слышали, мы с ними сотрудничаем напрямую и имеем доступ по бронированию, грубо говоря, 24 на 7. Но это объект, который относится к категории тех, которые доступны не всем, скажем так. Судя по номеру, да. И круглогодично? Круглогодично. Соответственно, безусловно, Камчатка пока что больше раскручена как летнее направление и летом действительно больше простор для творчества в придумывании туров в плане того, что можно посмотреть. Но, тем не менее, и зима, и межсезонье, они тоже интересны. Учитывая, что на территории гостиничного комплекса этого и других, о которых я буду говорить, есть термальные бассейны, то это тоже добавляет свою перчинку, например, в зимний или межсезонный опыт и отдых, что за бортом у вас температура холодная, а вы нежитесь в тепле. Ну и, соответственно, на любой бюджет есть разные экскурсии, разные локации. И зимой большой плюс для любителей фрирайда в том, что на Камчатке это века. Дарья, у нас традиционный вопрос. Мы вот уже третий день, но, тем не менее, он очень традиционный. Сколько солнечных дней на Камчатке в году? Или это сплошные облака, или же это все-таки... Тут нельзя говорить четко про всю Камчатку, потому что география Камчатки напоминает рыбку. Это тоже интересное сравнение, которое можно запомнить. Посередине находится основной хребет, от которого расходятся маленькие хребтики. Соответственно, и солнце, и, в принципе, погода, она очень сильно отличается в зависимости от локаций. Соответственно, на побережье, там, где Петропавловск у нас, или на побережье океана может быть одна погода, а на севере, между вулканами, совершенно другая. Но я бы не сказала, что Камчатка какая-то супер-хмурая, хотя бывают туманы, бывают дожди и тому подобное, погода там скорее непредсказуемая. По точному количеству солнечных дней надо смотреть, но это все равно не Питер и не Лондон. То есть это лучше, да? Да. С точки зрения погоды. С точки зрения погоды это лучше. Чаще всего там бывает даже летом не супер-тепло, но гости к этому обычно готовы. Опять же, интересная особенность Камчатки в том, что за один свой отдых вы можете увидеть сразу все сезоны, когда где-то на вулканах есть снег, либо уже, либо еще, и это такая зима или межсезонье. Когда на Тихом океане мы ходим в купальниках, например, и это лето, когда в полях еще распускаются только цветы, а в другом месте они уже цвели, и, в общем-то, это тоже такая мозаичность картин, мозаичность природы, она добавляет Камчатке своего шарма. Вот еще один вопрос, и дальше продолжите про Паратунку. Когда все-таки ехать лучше? Лето, осень? Сезон основной на Камчатке, это все-таки начиная с начала июля до середины сентября. Безусловно, летняя Камчатка, она более раскрученная, летняя инфраструктура и летний набор экскурсий, он достаточно богат, начиная от тех мест, куда можно добраться, на автомобили или на джипе, и заканчивая тем, что вероятность того, что погода для вертолетов будет соответствующей и летной, она больше. Сентябрь. Да. Соответственно, сентябрь-октябрь еще тоже едут, и это продолжение летнего сезона. Опять же, там начинаются такие специфические активности, как... такая активность, как охота, тоже есть прослойка людей, которые это любят. Ну, опять же, летом есть рыбалка, учитывая, что это лосось и прочее. Ну, и уже ближе к ноябрю, там совсем начинается зима, выпадает снег, закрываются основные национальные парки, доступные для туристов. Это долина гейзеров закрывается, Курильское озеро, куда ездят смотреть, летают смотреть на медведей, тоже перестает быть таким привлекательным, потому что уходит рыба и уходят оттуда мишки, на которых все ездят смотреть. Поэтому это либо лето, либо зимой начинается сезон фрирайда и горных лыж. Но здесь тоже сразу стоит обратить внимание, что это не те лыжи, к которым привыкли гости в Куршавеле, где-то в Альпах и тому подобное. И многие в этом году ищут альтернативы, где покататься, обращают свой взор на Камчатку, но это не всегда лучший вариант. Это интересный вариант для тех, кто хорошо катается или для тех, кто готов учиться чему-то новому и необычному. Оборудованных трасс практически нету, но есть хороший пухляк, снег, возможность кататься с вулканов. Ну, соответственно, это не дешево, но и до закрытия границ большинство иностранцев, которые в этом деле разбираются, признавали камчатский фрирайд. И местные экстремалы тоже отзываются с большой теплотой именно об этом направлении. Ну и плюс зимой есть возможность кататься на собачьих упряжках, на снегоходах, на санях, но зимние туры, они, как правило, короче, потому что все равно меньше локаций, которые доступны, которые можно посмотреть. Ну и для понимания тоже интересно, что летняя и зимняя Камчатка это практически два разных мира, поэтому те, кто был зимой, могут спокойно возвращаться второй раз летом, а те, кто отдохнул летом, могут спокойно планировать зимний отдых и знать, что ощущения, впечатления, атмосфера, они будут отличаться. Возвращаемся к Паратонке. Да, возвращаемся к Паратонке. Это очень интересный поселок в связи с тем, что он находится на выходе термальных вод. Это, по сути, термальный курорт, основной на Камчатке. Несмотря на то, что локация называется поселок, его сложно назвать классическим населенным пунктом. Это не какая-то прям деревенька с крестьянами, это на сегодняшний день в основном объект туристической инфраструктуры, то есть это достаточно вытянутое поселение с дорогой, уходящей вдаль, и чаще всего вдоль дороги, либо при дороге, либо чаще, чуть-чуть по отдаль, расположены гостиничные комплексы и объекты. Учитывая, что Камчатка – это место достаточно густой и активной лиственной растительности, вдоль дороги у нас находится лес и комплексы скрыты, так или иначе, от посторонних глаз, то есть живя в своем комплексе, гостиничном или в гостевом доме, вы вряд ли пересечетесь с большим количеством туристов и гостей, которые живут где-то в другом месте. Поэтому здесь есть возможность выбрать объект как интровертам, так и экстравертам, потому что есть какие-то маленькие, милые и уютные, либо вообще отдельные домики и коттеджи, либо просто небольшие гостиницы, так и достаточно интересные, с развитой инфраструктурой и большим количеством либо номеров, либо бунгало объекты, объекты, где будет движняк, где можно будет что-то поделать и с кем-то познакомиться. Но надо понимать, что ходить из объекта в объект чаще всего не получится, потому что, во-первых, это расстояние иногда по несколько километров между разными гостиницами, во-вторых, есть риск встретиться с медведем. Ясное дело, что косолапые не придут на территорию гостиничного комплекса, но учитывая, что у нас вокруг лес и это их территория, а медведей на территории Камчатки, ну, точной цифры нету, но примерно один медведь на 10 жителей Камчатки, то есть где-то 20 тысяч особей на весь полуостров. То есть там о Красной Книге-то речи нету, да? Здесь наоборот, так сказать, есть опасность с ними встретиться. Нет, с ними можно встретиться совершенно без проблем, поэтому тоже приезжая на Камчатку, не нужно быть легкомысленным и смеяться над словами сопровождающих о том, что не ходите туда, не ходите сюда, если вы идете на экскурсию, не ходите одни далеко в кусты, потому что это медвежья территория, чаще всего медведи не хотят конфликтовать с людьми и предпочтут от вас удалиться, но правила взаимодействия как бы тоже надо знать и иметь в виду, и если вы решитесь ехать на полуостров, с этим вас обязательно познакомят. Про медвежью тему вообще можно долго и увлеченно говорить отдельно, но возвращаясь к истории с гостиницами и инфраструктурой, в общем-то это тоже один из факторов, почему не стоит ходить из отеля в отель пешком. Скажите, почему еще вы рассказывали, почему отели огорожены забором, да, то есть это тоже тема не просто так, да, это именно от медведей. Ну да, это не тема про то, что камчадалы злобные интроверты, которые хотят закрыться, это чаще всего, да, способ и метод безопасности. Так, а про тайны Камчатки, что скажете? Да, мы сейчас поговорим о нескольких объектах по степени снижения звездности, наверное, скажем так. Соответственно, про Вуден Термал, я уже сказала, что это действительно уникальный закрытый объект, который снимается полностью. Тайны Камчатки – это четырехзвездочный гостиничный комплекс, один из лучших, наверное, тоже на полуострове. Им не дали пять звезд только по той причине, что было какое-то несоответствие в кондиционировании одного из домов, потому что дом полностью снабжается энергией термальных источников. Соответственно, обогрев идет за счет этого. Ну и в Паратонке часто подобным образом организована инфраструктура, что теплая вода, подогрев и все вот эти процессы, они осуществляются за счет энергии Земли, за счет энергии воды. Ну и по сути мы можем говорить, что тайны Камчатки – это четверка, ближе к пяти звездам, пять корпусов, соответственно, номера категорий от супериора до двухкомнатных люксов разного, разной площади. Тем, кому будет интересно, можно отправить будет там запрос, соответственно, фотографии практически каждого номера у нас есть в наличии. Если есть запрос, то можно даже по желанию гостя подобрать, в каком из корпусов они хотят жить, потому что есть корпус, который отделан в деревянной охотничьей стилистике, есть более европеизированного вида номера, ну и, в общем-то, клиентаориентированность для тайны Камчатки, она характерна. Это уже достаточно неплохой сервис, не европейского, конечно, уровня, но ребята учатся и стараются. Это очень красивая, достойная, хай-тековая инфраструктура и хорошее убранство. Соответственно, достойный ресторан с местными специалитетами. У них свое авторское меню. Повара этой зимой были привезены из Москвы и официанты тоже. Соответственно, я знаю, что ребята сейчас многие остались там уже жить и работать по контракту, но, опять же, что интересно, тайны Камчатки, они открылись не так давно, буквально три года этому гостиничному комплексу. Соответственно, у них есть потенциал еще и для дальнейшего развития. Они становятся все лучше и лучше. Ну и, собственно, многие туристы у нас у них жили и остались довольны. Термальный бассейн здесь тоже есть, просто на фотографии нет. Да, да, здесь есть термальный бассейн, причем он отличается от бассейнов всех остальных комплексов. На территории Таин Камчатки своя скважина, то есть, если зачастую в бассейны все подается по, грубо говоря, трубопроводу, здесь идет выход свой со скважины в большой красивый резервуар. Соответственно, дно бассейна покрыто галечкой, такими красивыми белыми камешками. Все это в необычной, интересной, красивой стилистике подстать гостиничному комплексу. Ну и, соответственно, бассейн, вот он прям, по сути, вы как будто в природном источнике купаетесь. Ну, кстати, что касается термальной воды, она действительно полезна и для кожи, и для общего состояния организма, поэтому иметь в течение проживания бассейн под боком, это еще и возможность немножко порадовать и побаловать свой организм и здоровье. Красиво. Да, соответственно, дальше. Дальше. На этих двух объектах я не буду останавливаться слишком подробно, но о них следует сказать, потому что это целевые объекты. Горный приют Святого Тимона это проект прошлогодний, это место, куда можно добраться исключительно на вертолете, соответственно, объект, который интересен для тех, кто либо хочет, чтобы его пребывание на Камчатке осталось незамеченным, либо просто под какой-то запрос хочет уединиться. В горном приюте Святого Тимона шесть спален, если я не путаю, можно приехать своей компанией на несколько дней и организовать там какое-то торжество, например. Там тоже есть свои термальные источники, оттуда удобно летать на вертолетные экскурсии, ну и, по сути, ты находишься в сердце полуострова, тоже в достаточно красивых и оборудованных номерах с хорошей инфраструктурой, но, соответственно, здесь уже цены тоже не на средний класс ориентированы, даже не на средний. А кто такой Святой Тимон? Если можно чуть-чуть, вот, истории. Почему Святой Тимон? Или это... Я читала какие-то источники, но, соответственно, там нету какой-то серьезной привязки, просто источники, которые находятся рядом с гостиницей, они называются Тимоновские источники, и считается, что какой-то святой, а-ля там отшельник, не отшельник, тоже туда, там мог жить. Хотя на самом деле такого быть не могло, потому что, ну, Камчатка это достаточно труднодоступное место, и это новая локация, которую вертолетчик-монополист и туристический кластер при них разработал под запрос и, собственно, облагородил буквально недавно. Это новая локация, очень здорово, что появляются на полуострове какие-то места, помимо тех, что есть на слуху, потому что долина гейзеров и какие-то вулканы, они уже давно популярны, а когда разведываются и облагораживаются какие-то еще части, это здорово. А снежная долина тоже в Паратунке, или тоже какая-то локация другая? Это тоже локация другая, туда можно добраться, не на вертолете. Если говорить о логистике, то снежная долина от Паратунки еще где-то час-полтора езды на джипе, либо на автомобиле на юг полуострова. Соответственно, чаще всего этот объект мы рекомендуем использовать зимой под сноубордные горнолыжные истории, под фрирайд, потому что логистически она удачно расположена рядом с Вилючинским вулканом, например, откуда осуществляют фрирайд, и с другими вулканами протягательными для катальщиков. Летом там тоже можно жить, интересно, что у них есть номера, коттеджи и шале разного уровня, начиная от практически экономного и заканчивая прям достойными классными коттеджами, но все будет затруднено тем, что время практически до всех объектов будет плюс один, полтора часа. Соответственно, этот объект находится на отдалении от паратунки и от всех остальных объектов. Соответственно... Если мы говорим про фрирайд, естественно, это только с вертолетом связано, да? Больше никак людей туда не поднимают? Нет, сейчас раскручивается также скитурная история, и это достойная альтернатива вертолету, если у вас есть достаточный уровень физической подготовки. В любом случае, не каждый подпишется сбираться в гору пешком, но это, опять же, момент такого... какого-то преодоления для кого-то. И мы работаем... работаем с несколькими компаниями, ну, не компаниями, контрагентами, которые организуют фрирайд, с несколькими гидами, и вот основной и самый классный наш партнер, он утверждает, что именно скитур и именно вот этот вот элемент для Камчатки оптимален. есть также вариант заброски снегоходами, но тоже специфика заключается в том, что снегоход проезжает не по всему... снегоход не взбирает с большим углом наклона, соответственно, это может быть интересный вариант для начинающих фрирайдеров, действительно, можно сделать интересные снегоходные варианты, но если вы специалист в этом деле, то может уже вам быть неинтересно. И здесь интересен опять же вариант тогда совмещением вы доезжаете на снегоходе оттуда, докуда это возможно и дальше скитурите. Ну, либо, если позволяет бюджет, вертолеты, тогда с разных вулканов, еще и с предварительной оценкой от инструкторов, от гидов того, где какое снежное покрытие, вас свозят, забросят, покажут все самое лучшее, сопроводят и, в общем-то, все будет здорово. Отлично. Хорошо. Тогда дальше? Да. Дальше остановимся еще на двух объектах, ну и дальше все остальные гостиницы, наверное, можно будет уже предлагать по запросу, под запрос, потому что объекты есть, но освещать все достаточно сложно. Что касается лагуны и идеального куба, это тоже объекты в паратунке, тоже достаточно новые и развивающиеся. Лагуна это три звезды, но три звезды достойных. Это, опять же, не опять же, это тот объект, который как раз таки про атмосферу и про движуху, если она вам нужна, потому что лагуна это несколько разных объектов и возможностей размещения. Есть как гостиничные корпуса, комплексы с номерами на этажах, так и бунгало разной степени комфортности, дизайн минималистичный европейский, вот мы как раз видим, например, бунгало с круглыми окнами, так называемые глазастики, они полюбились гостям, поэтому они расширяют сейчас ассортимент именно глазастиков, но по сути все гостевые домики, они примерно в одном стиле обставлены, не везде окна круглые, но все имеют необходимый набор для комфортного отдыха и размещения, обычно это кровати, чайники, полки, шкафчики, ну то есть минималистично, но все необходимое есть. На территории гостиничного комплекса есть также свой ресторан Лось-Лосось, очень достойная вкусная кухня тоже из местных специалитетов, как рыбное меню, так и мясное, номера у нас включают питание, соответственно, стоимость номеров, включает завтраки, обеды и ужин, ну обеды у нас чаще всего во время экскурсионной программы также предоставляются, а вот поужинать, по меню можно очень вкусно и интересно в данном ресторане со специалитетами. Идеальный концерт. Скажите, учитывая, что мы для агентов этот эфир мы ведем, ну просто для интереса, вот ресторан Алякард, вот та же лагуна, ужин в среднем, сколько? Ну, цены московские, соответственно, салатик может стоить рублей от 300-400, горячее, в зависимости от степени специальности блюда, ну тоже там в районе тысячи двух. Понятно, нет, хорошо, ну и учитывая, что и доставка продуктов тоже, да, здесь довольно дорогая. Ну да, с логистикой все сложно, опять же, что касается фруктов и овощей на Камчатке, это отдельная история, наверное, тоже кто-то видел и слышал эти истории, фотографии и шутки про то, что килограмм помидор на Камчатке даже летом стоит 500 рублей. Это не шутка, это правда, потому что овощи, фрукты, они доставляются чаще всего кораблем с материка и в общем-то... То есть каких-то тепличных хозяйств там нету, да, чтобы это развивать или это развивается все-таки? Тепличные хозяйства, причем на термальной энергии, они есть и в советское время их было больше. Полуостров себя как-то более успешно обеспечивал овощами и фруктами, потом в 90-е все это благополучно подразвалилось и подзакрылось. Сейчас возрождается, но тем не менее пока что на снижении цен это не отразилось. Эти тепличные помидоры и огурцы, например, они могут быть более живые, но вряд ли они сильно дешевле. поэтому как бы все, что касается растительности, да, употребляемой... С лососем проще. С лососем сильно проще. И с лосем в качестве. Ну и, соответственно, идеальный куб это тоже проект владельцев гостиничного комплекса «Лагуна». Это два закрытых дома, два закрытых коттеджа на четыре спальни. Примерно с тем же интерьером, что в «Лагуне», но чуть более изысканным. Здесь при каждом коттедже есть свой термальный бассейн. Соответственно, завтрак тоже входит, но необходимо ходить в ресторан «Лагуны». Идеальные кубы находятся чуть по отель, то есть они не в зоне доступа и не в зоне видимости гостей «Лагуны» и удалены, скажем так, от движника, но при этом гости куба до «Лагуны» могут добраться легко, если... А это одна территория, да? Я правильно понимаю? Идеальный куб, он немножечко за территорией «Лагуны», но рядышком. То есть это все в одной зоне, но и, по сути, да, в одной. Нет, я имею в виду, там забор какой-то есть или это все задним забором? Я вот к этому. Ну, на удаление, но тем не менее. Ну, общий забор есть, но кубы, они вот прям пяти минуток от «Лагуны», да. Хорошо. Да, соответственно, это тоже такой среднего уровня объект для тех, кто хочет жить в своей компании и для тех, кто хочет свой бассейн. Нет, ничего себе средний уровень и со своим бассейном. Это извините, да, это почти Мальдивы такие. Что со своим бассейном. Хорошо, здорово. Так, ну и еще один объект, про который я вкратце, наверное, скажу, это глэмпинг на берегу Тихого океана. Вообще, подошли мы, наконец-то, к теме Тихого океана. Это отдельная ассоциация, которую, по-моему, никто с Камчаткой не написал, а зря, потому что действительно в нашей стране таких уникальных мест не так уж и много. Берег Тихого океана это примерно 30 километров девственного пляжа, но если слово девственное у нас чаще всего ассоциируется с белым песочком, то здесь все как в стране антиподов. И песок Халактырского пляжа, он черного цвета, это черный вулканический песок из уникального материала, имеющий уникальный состав, называется титаномагнетит. Так что, когда вы или ваши гости едете на океан, берите с собой магнитик, можно притянуть к нему много-много черных песчинок. На Тихий океан можно съездить как в формате экскурсии, то есть приехать, посмотреть, помочить ножки, есть те, кто купаются, так и остановиться, например, в глэмпинге на одну ночь, либо приехать и поужинать, пообедать в шатре с видом на океан. Соответственно, в данном случае мы говорим о глэмпинге комфортного, по сути, вип-уровня, где на территории есть душ, есть хорошие биотуалеты, есть свой ресторан, работающий по предзаказу. На территории глэмпинга живет повар с командой, которые готовят, опять же, рыбные блюда или блюда из той же оленины. Все это вкусно, свежее, интересное, то есть можно размещаться на ночь, можно не размещаться и просто приехать по-трапезничать. Также на территории глэмпинга есть банны-чан, это емкость, наполняемая водой из Тихого океана, которая подогревается и, соответственно, в течение четырех часов можно сидеть с видом на плещущиеся волны. Тихий океан, это, конечно, безусловная мощь, он не всегда тихий, он бывает очень шумный, неистовствующий, штормящий, бывает действительно дружелюбный. Тут как повезет, но в любую погоду это, безусловно, атмосфера совершенно уникальная. Был случай, когда у нас гости выкупали глэмпинг полностью под закрытие и им не повезло с погодой, был шторм. Тем не менее в этом тоже была своя изюминка, когда за окном все бушует, а вы сидите в теплом шатре, попиваете вино, закусываете все это лососям и икрой, ну и, соответственно, после этого идете в ванный чан и согреваетесь. Здесь, наверное, эта история, когда сибиряки говорят, сибиряк не тот, кто не боится мороза, а кто хорошо одевается, ну а здесь кто хорошо защищается, наверное, вот из этой истории, что не важно, какая погода, она всегда прекрасна может быть, но если ты в комфорте. Да, все верно. Ну и, соответственно, плюс данного глэмпинга в том, что линия Халактырского пляжа, Халактырский пляж, это то, о чем я говорю с черным вулканическим песком, она достаточно длинная. 30 километров практически... 30 километров? Да, 30 километров песчаного пляжа. Ясное дело, что не все, точнее, практически нету инфраструктуры, есть кусочек, куда привозят туристов, и есть ряд глэмпингов визит-центр, но они уровнем чуть пониже, чем глэмстори. Глэмстори это уже такой отшиб цивилизации Халактырского пляжа, то есть после глэмстори уже ничего нету. И если мы смотрим в одну из сторон, то мы видим уходящую вдаль именно вот эту вот девственную линию, что тоже дает атмосферу такой элитарности и уединенности. И все-таки вопрос стоимость примерно, ну хотя бы скажите, сколько это? Есть шатры с видом на горы и с видом на океан, в прошлом году стоимость отличалась, в этом году они сделали общую цену, что для тех, что для других шатров, ночь стоит 13 тысяч, ну соответственно агентские комиссии предусмотрены. Все дополнительные услуги тоже. Это же за шатер, правильно? Да, за шатер. В шатре могут разместиться два человека, также был опыт, когда мы ставили дополнительную кровать для деток, то есть втроем тоже можно стоимость разместиться. Учитывая такой комфорт, то в принципе это наверное... Ну на Камчатке в принципе недешевые цены, так что это вполне себе приемлемая история. Хорошо. Да. Ну и соответственно прежде чем мы перейдем к вертолетам, наверное раз уж я упомянула про цены камчатские, для многих Камчатка это что-то такое очень дорогое и возникает вопрос почему мы должны переплачивать за Камчатку, когда мы можем слетать за границу или попытаться найти что-то на территории страны. Ну и здесь ответ на мой взгляд очевиден. Во-первых, это действительно те пейзажи, которых вы не увидите больше нигде и даже если вы видели вулканы где-то там тоже этно или более доступные вулканы Бали, здесь пейзаж отличается. Есть юг и север полуострова, опять же, имеет смысл посмотреть и те, и другие вулканы, но если к южным вулканам экскурсий довольно много, как я говорила, и на джипах, и где-то даже более простым образом можно добраться, то на север отправляясь к той же Ключевской сопке, к местам извержения вулкана Толбачек, где разлились огромные лавовые поля, нужно закладывать либо минимум дней пять, чтобы добраться туда на джипах и организовать экспедицию, либо брать вертолет. Соответственно, с вертолетами у нас история отдельная. Есть крупная компания перевозчик на территории Камчатки, которая имеет большой парк вертолетов Ми-8. У них порядка 25 вертолетов Ми-8 пассажирских и один VIP-порт. Так, я не прислала эту презентацию, где вставила фото вертолетов, но если интересно, то опять же могу потом по запросу прислать дополнительно фотографии и презентацию, в которой есть другие вертолеты. Соответственно, пассажирские вертолеты, ну, они, как и на всей территории России, достаточно стандартного вида, есть с лавочками, есть с сидениями и есть президентский борт десятиместный, где любят летать VIP-гости. С VIP-бортом особенность в том, что его можно забронировать и предоплатить, а потом прилетят какие-то чиновники и под них часто могут забрать вертолет. Поэтому тоже я дальше скажу. То есть это особенность такая, да, вот как раз если мы говорим про VIP-вертолет Ми-8, да? Да. То есть могут вполне. Это важно и поэтому мы чаще всего наших VIP-гостей стремимся пересадить на вертолет, ну, изначально убедить в том, что стоит летать вертолетом Белу-429. Это американская машинка, американская стрекозка с комфортным кожаным салоном, с хорошей грузоподъемностью и, в общем-то, это что-то среднее между нашим огромным Ми и маленькими коптерами или Робинсами, то есть он уже не смотрится таким игрушечным, грубо говоря, как Еврокоптер или Робинсон, это уже основательный вертолет, но, тем не менее, он достаточно компактный. А он один такой Белу-429 или их несколько все-таки? Их два на территории Камчатского полуострова, туда входит шесть человек плюс пилот. Соответственно, ну, при желании можно на большую компанию брать даже два вертолета. Белы у нас работают с индивидуальными гостями, с индивидуальными экскурсиями, но, что важно, монополист-перевозчик, у которого много МИ, организует групповые программы, то есть, это экскурсия в среднем на 20 человек, это сборные группы в Долину Гейзеров и на Курильское озеро. Это два места, которые считают должным посетить практически все туристы, прилетающие на Камчатку, потому что, ну, Долина Гейзеров, это, в принципе, уже бренд, который на слуху, это единственное место на Камчатке, где вулканическая активность проявляется в струях воды, выдавливаемых из-под земли, ну, соответственно, для тех, кто был, например, в Исландии, наша Долина Гейзеров может показаться немножечко игрушечной, потому что все расположено на компактной территории, но, тем не менее, сам факт, что на территории нашей страны есть такой интересный объект, он уже привлекает туда много гостей, ну, а, соответственно, те, кто не избалован другими гейзерными долинами, вообще, чаще всего с большим удивлением и восторгом. Вы, кстати, еще рассказывали, что вы-то как раз были в Америке, да, в этом национальном парке Элла Уст-Тоун, и вот с ним, если сравнить, то как? Ну, Элла Уст-Тоун, это, конечно, вообще отдельный масштаб гейзерной активности, и именно долина гейзеров меня впечатляет в меньшей степени, но, что касается вертолетных экскурсий до долины, более красивой дороги я, наверное, не встречала, то есть, сам по себе полет это уже что-то уникальное, интересное, и ты летишь над вулканами, над большими пространствами, зачастую под тобой и медведи, и олени, и можно увидеть многое. Ну, и если сравнивать с Элла Уст-Тоуном, то гейзерная активность там, безусловно, выигрывает у нашей Камчатки, но во всем остальном их совершенно нельзя сравнивать, потому что прилетев после Америки на Камчатку, я поняла, что это два разных мира, даже вулканических, то есть, казалось бы, одного уровня понятия должны быть, но и колористика другая, и проявления разные, ну и Елла Уст-Тоун это все-таки кратер огромного спящего, ну не спящего уже, надеюсь, что не будет извергаться супервулкан Елла Уст-Тоунский, но тем не менее там уже остались какие-то небольшие проявления, пары, гейзеры и тому подобное, а Камчатка это все-таки живая, активная территория, где есть вулканы, огонь, лава, и все очень, очень контрастно. А по стоимости вот здесь вопрос у нас есть все-таки, да, мы такие прагматичные люди, вот, сколько, да, сколько стоит? Да, групповая экскурсия в долину гейзеров стоит, вот тоже не так давно опубликовали цены, 46 тысяч с человека, групповая экскурсия на Курильское озеро стоит столько же, это вертолет Ми-8, услуги гида, группа примерно 20 человек, питание, обед, ну, питание напоминает самолетное питание, в общем-то, достаточно все приемлемо и вкусно. И вторая экскурсия, которая стоит столько же, это экскурсия на Курильское озеро. Возвращаясь к лососям и медведям, к медведям и лососям, это вот как раз про них, потому что Курильское озеро, находящееся на территории Кранонского заповедника, это такой тоже знаковый объект, это самое крупное нерестилище Тихоокеанской нерки, ну, по сути, нерка это лосось, на его территории располагается научно-исследовательский институт, который занимается подсчетом рыбы, который смотрит, которые смотрят, как, в общем-то, рыба заходит, проходит, там стоят отдельные сети, которые пропускают только определенное количество рыбы в озеро, чтобы баланс того, как она отложила икру, был идеальным, ну, и, соответственно, все эти селки закрывают, открывают, только после того, как нужное количество рыбы пройдет в устье реки, дают отмашку рыбакам о том, что можно вылавливать теперь уже рыбу, ну, и, соответственно, в связи с тем, что там много рыбы, в естественной среде обитания приходят медведи, и это место, где можно за раз увидеть до 60 медведей, которые играются, вытаскивают рыбку, где мамы нянчат своих медвежат, где большие медведи выясняют отношения между собой и делят территорию, ну, и, в общем-то, это такой зоопарк для медведей больше, потому что медведи находятся в естественной среде обитания, а людей привозят на закрытую заповедную территорию, где все огорожено заборами с электричеством, где при каждой группе обязательно находится инспектор с ружьем на случай чего, ну, и, соответственно, совершенно безопасно вы можете посмотреть за тем, как живет дикая природа, и это тоже достаточно знаковый опыт. Понятно. Да, ну, и, соответственно, вот это две основных экскурсии, которые любят и хотят туристы, и есть индивидуальные варианты, соответственно, индивидуальные экскурсии могут быть как на Ми, так и на Белл, также есть небольшой вертолетный парк и маленьких вертолетов, о которых мы говорили, это Робинсон и Еврокоптеры, но чаще всего мы не рекомендуем их брать в аренду, потому что предсказуемые погоды в других регионах России, и там, где Ми может пролететь или Белл, чаще всего может не пробраться маленький вертолет, если вдруг накроет какой-то циклон, а для Камчатки это не редкость, соответственно, это тоже особенность, да, такая? Да, планируя тур на Камчатку, желательно, опять же, понимать, что нельзя делать все дни вертолетными, потому что чаще всего часть дней она вылетит в плане погоды, и вы не сможете куда-то полететь или поплыть, опять же, тоже один из популярных видов экскурсий это яхтинг, прогулка по Тихому океану, и там тоже все зависит от погоды, и в этом случае нам на помощь придут джипы, и в дни, когда льет дождь, чаще всего мы оперативно перекручиваем программу, мы тоже всегда пишем, что программа по дням не является окончательной, и в зависимости от погоды может меняться постановка экскурсий по дням, соответственно, вертолеты и корабли у нас периодически кочуют из одного дня в другой, ну и тем не менее, чаще всего программа выполняется полностью, в случае, если вдруг по погодным условиям что-то не выполняется, ну, деньги за вертолеты или за неосуществленные морские прогулки, мы возвращаем. Ну и возвращаясь к стоимости, индивидуальные полеты на вертолетах, они, конечно, стоят больше, чем сборная программа, но в случае с Белл-429, где у нас может поместиться 6 туристов, иногда это не намного дороже, чем лететь на групповую программу, потому что полная прокатная стоимость Белла для того, чтобы слетать например в долину или на Курильское озеро, этим летом будет колебаться где-то от 600 до 700 тысяч, то есть учитывая, что у нас помещается 6 человек, ну, это буквально в два раза дороже стоимость человека, но при этом вы имеете возможность сесть там, где не сядет большой вертолет, совершить получается большее количество посадок, получить в свое распоряжение индивидуального гида-координатора, который будет заниматься только вами, питание здесь у нас будет класса люкс, в больших ланчбоксах из ресторана, которые сохраняют тепло, то есть это будет теплое ресторанное питание с салатиком, с горячим, с рыбкой, ну, то есть уровень совершенно уже другой. Ну и уровень комфортности салона тоже отличается, потому что это теплые, не теплые, это кожаные кресла, это шумоподавление, это хороший обзор, даже если и не панорамные окна, то тем не менее все равно достаточно большие и доступные для хорошего обзора. Здесь вот вопрос стоимость аренда вертолета зависит от количества посадок или фиксировано, то есть час, полетный час, и неважно, 20 раз вы посели или там 30. Да, идет полетный час соответственно, есть какие-то основные экскурсии, которые чаще всего берут гости, и здесь стоимость фиксирована, например, мы озвучиваем, что на 3 человека у нас полет в долину гейзеров такой-то, на 5 человек такой-то, и чаще всего мы допускаем, что где-то будет одна погода, где-то другая, и может быть либо 3 посадки, либо 5, а где-то гиду захочется показать туристам чуть больше, и мы еще сядем в кратер где-нибудь в другом месте, и от этого стоимость не изменится. Если идет речь о какой-то индивидуальной, нестандартной программе, то есть не долина и не Курильское озеро, например, мы организуем рыболовные туры, где сложная логистика. И не будет такого, что вам после полета скажут, ну мы тут на два раза больше сели, доплатите еще. Такого не будет, все обсуждается заранее. Ну и учитывая, что владельцы Белл 429 это все-таки частники, то, ну как бы, да. Садимся за стол переговоров и решаем, сколько это будет стоить на какие-то уникальные проекты, нету фикса и прайса и как бы. Сколько фантазии уже, да. Да, ну есть определенная стоимость вертолетного летного часа и от этого мы отталкиваемся. Хорошо, идем дальше, а то мы уже лимит почти выбрали, у нас немножко осталось. Да, хорошо, я по-быстрому тогда освещу, наверное, какие-то основные места, которые стоит посетить и закругляюсь. Как я уже говорила, мы делаем разные варианты, про вертолеты я уже сказала, стоит отдельно остановиться на джипах, это основной транспорт на Камчатке, потому что асфальтированные дороги на весь полуостров от силы, не знаю, километров 100-200 и те вулканы, к которым можно пробраться на транспорте, это не значит, что вы приедете на Камчатку, возьмете в аренду машину, даже простой стоковый джип и до туда доедете. Нет, такого не будет, джипинг это отдельный образ жизни на Камчатке и джиперы это люди, которые этим живут, они вкладывают свою машину, переделывают их, постоянно, там я слышу про какие-то лебедки, колеса, которые стоят фантастических денег и в общем ребята совершенствуются, являются профессионалами своего дела и люди с материка даже на хорошей машине вряд ли сходу проедут под большинство тех вулканов, на которые мы возим людей на джипах. Соответственно, джип-туры это отдельный вид удовольствия и развлечения, и чаще всего сам вулкан, под который мы едем, но есть несколько локаций вулканов, которые мы смотрим в рамках джип-туров, я думаю, что сейчас на каждом останавливаться бессмысленно, но я скажу, что сама по себе дорога чаще всего это тоже дополнительное приключение. Как-то была группа японцев, которые сказали, приехав к вулкану, что нам в принципе и так уже достаточно, нам не так интересно идти в трекинг, как все то, что мы увидели до этого, потому что это и броды, и поездка по хрустящей под колесами Лави, и все, 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 все. Соответственно, в рамках джип-туров тоже осуществляется питание в зависимости от запроса, либо примерно так же, как на вертолетной экскурсии с большими вкусными теплыми латчбоксами, либо попроще, но сухомяткой, сухомяткой мы не кормим. Тем не менее, есть какая-то цена на джип-туры, от чего можно отталкиваться? Или это все-таки всегда такой индивидуальный расчет? Я не знаю, час аренды машины с водителем, сутки аренды с водителем, ну, чтобы хоть примерно понимать, к чему готовиться? Зависит на вид из-за локации, соответственно, под один вулкан дорога чуть проще, под другой посложнее, может быть небольшая разница в пределах 5 тысяч. Но в среднем джип-тур, аренда одного джипа, ну, там, на день, на дневную экскурсию, начинается от 50 тысяч с питанием. Если мы улучшаем питание, то, ну, соответственно, эта цена растет. Водитель... И это речь идет о трех пассажирах, да, еще плюс? Водитель три пассажира или больше? Можно поместиться и большим количеством, но там уже обсуждается... Это комфорт, да, уже... Это уже идет вопрос комфорта, соответственно, если мы возим на дыликах, например, они, в принципе, сами по себе побольше и технически по техпаспорту, насколько я знаю, там в дылике может поместиться семь пассажиров, но садить как селедок в бочке мы тоже не считаем целесообразным, поэтому, ну, три-четыре пассажира оптимально, дальше лучше взять вторую машину, чтобы было комфортно. Все понятно, да, понятно. Да, также мы предлагаем уникальные какие-то сервисы, например, были случаи, когда гости, находясь на отдаленной локации, хотели организовать индивидуальный консьерж, и мы можем привезти даже цветы куда-нибудь под вулкан или организовать доставку-заброску, ну, это к вопросу о каких-то вип-лухарепродуктах. По поводу картинки, которая была по Алтаю, действительно, собственно, мои коллеги также занимаются организацией туров по Алтаю. Робинсон, он и в Африке Робинсон, да, то есть те цветы, они одинаковые. Ну, да, соответственно, возможно, это даже алтайская картинка, но суть в том, что мы свои высокие стандарты продвигаем во всех регионах нашего охвата, скажем так. Ну, соответственно, те, кто смотрел Алтай, тоже могут понять, что мы стремимся к единой, какой-то, к единому уровню качества и сервиса, и на Камчатке мы можем организовать также мероприятия любого уровня, это майс-формат, это фототуры, если необходимо. На Камчатке, конечно, не так много возможностей для корпоративного отдыха, если где-то в других регионах это развито уже достаточно сильно, то на Камчатке потихоньку появляются хорошие конференц-залы, хорошие объекты, но, тем не менее, в той же лагуне сейчас есть доступный номерной фонд для того, чтобы расположить и большую группу корпораторов и хорошее оборудование для того, чтобы организовать для них, например, какое-то выступление. Так что варианты и возможности есть. Ну и, соответственно, любые индивидуальные запросы и пожелания, они приветствуются, мы с радостью включимся и задействуемся. Ну, кстати, вот нижняя фотография, это фотография Халактырского пляжа, здесь можно увидеть черный вулканический песок, что интересно и необычно. На самом деле, интересно. Я в Европе, например, только, есть такой остров Стромболи, но это остров Вулкан, вот там что-то наподобие такого песка, это очень необычно, да, когда он прям такого цвета. Да, ну, соответственно, можно сказать, опять же, что мы стремимся к созданию не только хорошего продукта, но и к привнесению чего-то нового в свои туры, соответственно, если необходимо, то мы можем и научный элемент добавлять, если нужно, то в тур может поехать вулканолог, океанолог в рамках всей программы или в рамках какой-то части экскурсий. Соответственно, мы работаем с сотрудниками заповедников. Если нужно будет какую-то дополнительную лекцию по медведям, то без проблем. Ну и, соответственно, сейчас я хочу вернуться к слайду про ретнику, потому что это тоже в рамках Камчатки интересно, важно и здорово. Там, кстати, кто-то спрашивал про национальные праздники, по-моему, про Новый год. Здесь тоже кратко коснусь, что культура местных жителей, она важна, тем не менее на Камчатке практически искоренили какие-то реальные этнопоселения, то есть в советское время была культура советизации и детей забирали из семей местных жителей и помещали в интернаты. Соответственно, местные народы практически потеряли свой язык, потому что их переучивали. После того, как Советский Союз закончился, скажем так, люди спохватились и сейчас очень активно идет движение по возрождению языков, по возрождению национальных танцев, но непонятно, что с этим будет. Опять же, местное население это несколько народов, это и тельмены, это коряки и это эвены, не путать с эвенками, эвенки живут в другом регионе, соответственно, это народы, которые изначально жили на полуострове, после этого на полуостров пришли казаки, опять же, уже тогда началась активная ассимиляция и слияние российской культуры с культурой местных жителей, но, тем не менее, пока культура есть, очень важно делать ее видимой, сохранять, она уникальная, интересная, гостям и туристам в том числе, поэтому в рамках программ мы часто вводим в этнодеревню и в собачий питомник, там его держит уникальная девушка, которая тоже чуть ли не в Книгу рекордов Гиннеса занесена как женщина-каюр, участвующая, каюр это погонщик собачьих упряжек, участвующая в протяженных гонках в той же самой берингии, которая точно занесена в Книгу рекордов Гиннеса, соответственно, эта женщина-каюр, она изначально основала эту этнодеревню и туда приезжают настоящие коллективы живых коряков, живых эвенов, которые знакомят туристов с культурой, можно организовать танцевальный песенный мастер-класс в индивидуальном формате, либо присоединиться к групповым программам, которые они организовывают, ну и отзывы у всех максимально теплые, плюс опять же, когда мы делаем индивидуальные программы, часто возникает запрос на то, чтобы организовать, например, какую-то необычную встречу в аэропорту, и в этом случае выступления коллектива можно провернуть прямо на прилете гостей, либо в какой-то из вечеров, если не хочется ехать на деревню, привезти певцов и танцоров в гостиницу. Кстати, тоже интересный формат, например, в Тайнах Камчатки мы делали гастроужины, когда с одной стороны мы предлагаем гостям ужин с какими-то специалитетами и национальными блюдами, и в то же время все это рассказывают местные жители, одетые определенным образом, соответственно, они погружают свою культуру, рассказывая и про кухню, и про какие-то обычаи, и про праздники, и танцуют, и поют, и тому подобное. Но какого-то особого способа отмечать Новый год у коряков и у итальменов нету, поэтому на Новый год мы просто организовывали, например, выступление. Но Новый год и этнику тоже включали по желанию и по запросу. Так, ну, наверное, все, да, Дарья? Ну, да, если есть какие-то дополнительные вопросы, то, соответственно, буду рада на них отметить. Про зиму достаточно, я уже, я думаю, сказала, что зиму уже не спорят. Дарья, спасибо огромное. На самом деле, ну, более чем подробно, вот, хотя, мне кажется, о Корее, о Камчатке можно говорить тоже, как вот, и о Байкале, о Алтае, вообще о любой локации России много, вот, но думаю, что мы не последний раз с вами встретились. Да. Так что еще будем об этом говорить, пройдет летний сезон, а может быть, еще перед летним сезоном встретимся. Вот, спасибо еще раз огромное, я думаю, все получили удовольствие от вашего рассказа. Да, я тоже была рада приглашению, спасибо большое. Опять же, обращайтесь к нам с запросами, с групповой, с возможностью присоединения к групповым турам и с индивидуальными историями. Ну, по крайней мере, мы показали, да, что теперь мы специалисты точно по Камчатке, вот, и нам не страшно доверить туристов. Все, тогда на этом заканчиваем. Завтра у нас еще один вебинар, насколько я помню, я даже не помню, а, по Крыму, по-моему, да, по Крыму. Все, спасибо огромное. Счастливо. Спасибо, до свидания.